Слушай, Лёх, ты эморок, любишь? Что? Неизвестно, что только что по интернету вы получили заказ на убийство. Да, слушайте, я известный эмороке. Только что по интернету я получил заказ на вечернее выступление в клубе. Всем привет, друзья, с вами 33-й, и он же первый осенний, первый сентябрьский выпуск Дневника и Макорщика. Всё лето, мир снова вверх ногами. Всё лето, стена между нами, всё лето, не сбавляясь от словами, но тогда. Американские Эмори Эмороуза, по крайней мере я считаю их эморями, выпустили новый клип, получивший название One Car Garage. Атмосфера крутого феста, сцена, драйв, бэкстейджи, картонные таблички доставила сальтуха басиста. В общем, неплохой трек и хорошее видео. Новым синглом порадовали своих слушателей ребята из 4 апреля. Трек обычные мысли о том, как легко погрузиться в рутину повседневности и что осуществление любой, даже самой сумасшедшей мечты вполне реально. Прислушайтесь к себе, всё в ваших руках. Песня классная, добавлю ещё, что в составе группы произошли изменения, а в октябре-ноябре планируется выход EP и масштабный тур по стране. Также мне на глаза попался годный релиз от британцев Swallows из Глазго. Они выпустили хороший, трушный мини-альбом Hunted, преследуемый, из 6 треков. Не знаю, как вам, а мне треки очень вкатили. Сплошной скрим без чистого вокала спустя несколько треков начинает слегка утомлять, зато гитарки и барабаны наивкуснейшие. Актуальные теги, мелодик хардкор, скриму. После прошлого выпуска кто-то писал мне, расскажи про этот концерт, а то такие группы будут играть, а во встрече всего 100 человек. Речь идёт о презентации альбома екатеринбуржцев Some Drugs for Ellison, у которых сейчас, кстати, тур на кучу городов. Там же будут Терпимость Ноль, ещё пара команд Саппорта, а пройдёт всё это 24 сентября в московском клубе Театр. Мы тоже планируем там быть, взять у ребят интервью, так что про концерт рассказал, и, кстати, во встрече уже больше 100 человек. Ссылку на это событие я оставлю в описании ролика. По традиции скажу, если вы знаете о каких-то эмо-концертах и новинках, о которых я не рассказал, пишите в комментарии, чтобы я с ними ознакомился. 1 сентября, в День знаний, на интернет-волнах No Mercy Radio в прямом эфире вышла программа по заявкам. Программы такие стабильные выходят раз в недельку, иногда чаще, но этот выпуск мы решили закачать на YouTube, так что его можно переслушать там. Посвящён нам был началу учебного года, воспоминаниям о школе и, конечно же, горячему сентябрю. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании. В прошлом выпуске я открыл новую рубрику Дневника Макошечка, которая получила название Emma Battle, где предложил выбрать между группами Майо и Мои любимые игры. В итоге на этот момент проголосовало 109 человек, 53% за Майо, 16% за Мои любимые игры, 26% сказали «люблю обе группы» и 4% никто из этих групп не нравится. В итоге победа присуждается Майо, хотя голосование всё ещё продолжает быть открытым. В этом выпуске я предлагаю вам противостояние Питера и Москвы в лице группы Оригами и Линии. Группа Оригами была образована в конце 2001 года Камечковым Максимом вокал и Пироговым Алексеем Ударные. Какое-то время в группе гитариста-вокалиста был небезызвестный сейчас Денис Шифоростов. Макса Камечкова, который покинул группу и создал свою банду Top Display, позже заменил Артём Касаев. Особой активности от группы Оригами в последнее время не видно, но в конце мая они выкладывали небольшое видео, судя по которому группа всё ещё жива и занимается новым материалом. Что касается группы Линии, не могу точно сказать, когда они начали играть, но помню, что летом 2005 года группа записала EP под названием «Не жалея ни о чём». Привелась серия достаточно успешных концертов по России, а дальше уже пошло-поехало. Первым вокалистом группы был Юра Воронцов, после него пел Вася Писаренко, известный сейчас как успешный боп-осполнитель Базиль. Затем альбом «Отражение» был записан с Эндрю из группы «Grizzly No Snow Remorse», после которого группа вернулась к истокам в лице вернувшегося Юры Воронцова. Если говорить о последних событиях, весной этого года Валентина Павлова за барабанами сменил Алексей Ридман. В этом году группа выпустила макси-сингл «Лабиринты», с которым поездила по городам, у группы вышло несколько новых видео. Парни продолжают играть как в Москве, так и в регионах. Вот сейчас зашел к ним в группу и увидел, что 1 октября в Нижнем Новгороде будет концерт. В общем, голосуйте, ссылку на голосование я оставлю в описании, а в комментариях обязательно пишите, какая из групп вам нравится больше и почему. Также коротко скажу о том, что моя группа в себе ищет новый вокал. Материал ближе к поп-панку, планы и отношения группы серьезные. Кому интересно, ссылку на более подробную информацию также ищите в описании этого ролика. В районе недельки назад у нас был небольшой пикничок, где мы потусили, покидали фрисби, попели песенки «Under Rose», а еще там было снято видео для дневника «Имокорщика». Кстати, ребят, я помню, что мне кто-то кидал видео для рубрики «От зрителя», которое я планировал разместить вот в этом выпуске, но забыл, кто это был и не смог найти его по поиску в сообщениях, так что если ты кидал или кидал в ней видео для выпуска, а я его до сих пор не разместил, напиши мне, пожалуйста, об этом в комментарии или в личном сообщении. А теперь смотрим видео с пикника, я с вами прощаюсь, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, буду рад, если вы поможете дневникой «Имокорщика», расшарив его у себя где-нибудь в соцсети. Всем пока и до встречи в следующих выпусках. Ну, я решил с тобой подснять видосик для дневника «Имокорщика». Я так понимаю, что тебе эмо-группы не безразличны. Не безразличны, да. Ну, давай, скажем так. Вот, ну что, может быть, что-то можешь выделить? Во-первых, какие группы из эмо-группы тебе не безразличны? Не безразличны? Так, на вскидку, допустим, три иностранных. Три иностранных? Ну, конечно же, «Funeral for a Friend», «Finch». И вот третью, я знаешь, какую, «Sausen». Да. Ну, то есть все такие, из основы. Да. А из российских? Из российских? Ну, я не скажу, что они прям эмошные. Прям-прям. Ну, более-менее хотя бы. Ну, вот прям я дико угорал по «Rashambia», по «Origami» я, конечно же, угорал люто. Вот. Какие у тебя любимые три трека «Origami»? Потому что я считаю, что у них трек «No.1» — это только один, а дальше уже сложнее. «Mиллионы небесных светил», «Научите меня выживать», который, кстати, не особо много кем котируется. Ну да. Вот. И, наверное, на полпути отсюда. То есть в этом твоем топе даже нет бездействных слов? Нет, она топ, но не самый топ. Ну, блин, я думаю... Я помню, мы один раз сыгрались с группой «Origami» и «Сочи», их музыкант группы «Origami», да. Он такой говорит, «Хотите, мы сейчас просто для вас сыграем бездействных слов и уйдем?» И весь зал такой «Да!» Я подумал, блин, наверное, им сейчас очень грустно. Ну да, ну, жалко, да, что Максон ушел. Да. Ну, двигаться надо всем дальше. Ну ты, то есть, нормально, да, относишься к новому вокалисту? Ну как, нормально, да, я слушал их альбомы, песни, как бы, ну, классно парень поет. Касаев, кажется, Антон Касаев, если я не ошибаюсь, его зовут. Ну да, как бы хорошо парень поет, но уже все равно не то. Макс, конечно, достаточно высокую планку и задал, да? Да. Вокал у меня был, конечно, очень своеобразный и очень взрывной. Ну, кто еще помимо оригами? Ну, там много, на самом деле, групп. Еще «Ахтунг Бэйбис», «Берлин» я любил очень дико. Ну, «Берлин», конечно, ближе, наверное, к поп-анку. Да. А, «Комнату». Конечно, как я мог Лешу обидеть Джигурду? «Комнату» очень любил. Ну и, в принципе, вот это, наверное, мои топы какие-то были для тех времен. Как ты пришел, как ты узнал об этих группах? В те времена, лет 10 назад как раз, все ходили друг к другу с винтами. Да. Вставляли в компы, короче, и перекачивали. Да, я как раз в прошлом выпуске об этом рассказывал, что... Да, наверное, вот, не было всяких... У нас даже болванок, в принципе, не было. Ну, конечно. На болванки еще не было. Вот, мы просто в винты друг к другу втыкали. Там кто-то что-то где-то скачал, кто-то где-то что-то... Да, слышал, не услышал, скачал, не скачал, и все, и мы... У тебя все с винтов, короче, пошло. Да, вот как-то так пошло. А кто эти люди, кто тебе давали эти винты? Одноклассники какие-то... Потому что Дима Майя, например, рассказывал, что ему... Он узнал о большинстве мощных групп, ему давал вокалист тогдашний, еще не Саш Челси, а Харек, вокалист группы Плаш Фиш. Это было очень давно. Я жил в далеких городах от всех тусовок этих... Как бы я не мог ни с кем встретиться, с кем-то познакомиться. Я жил в далекой Якутии, вот, и у нас... Мне кажется, ты уже был в кадре. Вот, и у нас... У нас не было всех этих знакомств, тусовок. У нас были свои тусовки, как бы концерты. Локальные, да? Да, локальные, вот, где делились своими каким-то музлом, клипами, там, что-то переигрывали. Там, тех же из «Elly Dying», помню, мы переигрывали, там, еще кого-то. В общем, много кого переигрывали. Вот, и как-то так мы приходили к этому, наверное. Вот, и многие удивляются, почему... До сих пор я это слушаю, как бы, хотя возраст уже... Ну да, как не слушать, если это музыка, которая в свое время у тебя такое пищение? Ну, новый альбом уже не радует, от тех же, в принципе, групп, которые раньше котировал. Вот, сейчас совершенно не радует. Да, может, дело в возрасте, потому что ты, типа, их услышал в определенном возрасте, в котором... Если сейчас, допустим, ты их услышал в 17 лет. Вот, если сейчас в 17 лет человек услышит «Wildways», для него вот тем, что... «Wildways» будет котироваться. Да, что для тебя было, допустим, комната оригами, для них это будет уже «Wildways». Да, наверное, в этом... То есть дело, ты думаешь, в возрасте, да? Да, мне кажется, ну вот во временных... А почему все тогда пытаются вернуть 2007-й? Не знаю, потому что, может быть, опять мода какая-то приходит на это. Или слишком много старпёров среди тех, кто пытается этот вернуть? Старпёры уже все попереженились, все имеют свой бизнес, там, я не знаю. И животы. Вот, да, и животы, как бы... Вот, и дети там, у них уже начинают идти в школу, в принципе. Я не думаю, что это дело именно в старпёрах. А дело в том, что сейчас какая-то мода, наверное, опять появляется на это. Ну, многие мальчики и девочки, 18-летние, даже младше, как бы начинают угорать по всяким этим новым группам, смешнявкам, грустнявкам и прочее. Как ты, кстати, к новой волне относишься? Ну... Я бы хотел как Спирин выразиться, но я бы... Ну, а почему нет, вы... Не особо, я скажу, что не особо, как бы, ну, мне не нравится, честно. Мне не особо нравится, ты не та уже... Я думаю, что всем Алдарям не нравится, на самом деле, потому что это новая волна. Да, это атмосфера уже совершенно не та, это подача уже совершенно не та, гитарный рифф, там, ещё какие-то составляющие. Да, уж гитарных-то как-то особо и не осталось, гитарных, больше электроники всякой. Да, и поэтому я как-то не особо, я вот слушаю новые релизы какие-то, которые называют около новой волной, и очень расстраиваюсь порой. Бывают, конечно, да, какие-то более-менее нормальные трайки, но нет. Я бы не стал их переслушивать, допустим, ещё раз, или уж тем более кидать себе в плей. Вот, поэтому как-то так. Ну, всё, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Стоим в парке, пьём пиво, и у нас всё отлично. Слушаю, ну, пусть хардкор, и это логично. Возможно, это закончится проблематично, но, по-моему, этого не хотим. Но Норма Джин, Амберос, Черриот, это всё наше, и мы все как один. Ты какую-то хуйню говоришь, а я выношу. Можно, конечно, но я стараюсь, ну, давай. Ты говоришь, что ты один, но ты не один, потому что у нас здесь много, и мы здесь все пьём пиво и качаем клёво. А мы здесь все качаем клёво. Каждый, кто без нас, каждому хуёво, потому что мы все за Эмма Движ, и это всё наш. Кто наш? Не знаю. Что компания Чиф? Я. Компания Чиф в жизни так бывает, знаешь. Любовь уходит, а работа не приходит. Любовь приходит, работа не приходит, каждый из нас туда-сюда ходит, где бы ты ни был, куда бы ты ни шёл, будет снова мёрзкий, и это хорошо. Йоу!